Продолжение следует... По мелочи продался. Надел трофей новый, элементаль. Здоровье плюс 15 и дополнительный урон от знаков плюс 5. Ну, я так подумал, что раз уж мы максимум урон от знаков, то будет неплохо. И надел еще перчатки мага. Тоже дополнительный урон от знаков плюс 5. Они, правда, без брони, но посмотрим, как получится. Посмотрим. Ладно, пойдем к Филиппе. Расскажем ей. Зараза! Как я была глупа! Смотри, смотри, ведьмак! Нильфгардская дешевка обманула Филиппу Эльхард! Я ее найду. А потом мы потешимся так, как никогда прежде. Она пожалеет, что ее мать не сделала аборт. Мы остались без розы памяти. Не обязательно. Эта змея Цинтия так спешила, что бросила все свои безделушки. А среди них так и есть. Среди них роза памяти Трис Мерригольд. Время идет, Геральт. Цветок скоро завянет. Тогда чего мы ждем? Угу, отлично. Так, у нас есть все ингредиенты для противоядия. Там в комнате, да? Или не надо брать? Не, я думаю, что не надо, но можно, наверное, глянуть, что тут осталось. Вдруг. А, ничего. Не, ничего. Хорошо. Хорошо. А, надо ей отдать все это? А, чего ты не забрала? Теперь дело за тобой. Все ингредиенты для Саски у меня есть. Тогда приступим. Скайта Эли, отойдите. Ого. Ого. Обалдеть. Там еще игла такая, я извиняюсь. Да. Обалдеть. Там еще игла! Это моя любимая магия. Лес Бамантия называется. Как тебя зовут? Сэээ... Санта. Как твоё имя? Саски. Ты помнишь, что произошло? Меня отравили. Яд. Сколько времени прошло. Что с битвой? Солдаты! Хенсальд! Тихо, тихо. Ещё успеешь выиграть свою битву? Пойду объявлю, что ты вернулась в мир живых. Тебе я обязана жизнью. И Филиппе. Спасибо, Геральт. Я отблагодарю тебя, даю слово. Вы сняли проклятие? Нет, но почти всё готово. Похоже, нам будет нужен меч Вандергрифта. Так взял бы его. Для меня это просто кусок железа. Скейтейли не допускали к тебе никого, кроме Филиппы. Но даже ей они не дали бы твой славный меч. Скоро попробую снять проклятие. Зачем ты мне помогаешь? Ну, про проклятие это моя профессия. Я ведьмак. Проклятие это моя работа. Я поняла. Тот самый нейтралитет. И это тоже. Кроме того, я просто не верю в революции. Я совершенно уверен. Ни одна идея не стоит жизни. Понимаю. Удачи с проклятием. И спасибо тебе ещё раз. Нормально. Ответ в стиле ведьмака. Добрался. До нешаренных тумбочек. Интересно, мы с ней ещё поговорить можем? Удачи, ведьмак. Мы будем ждать. Меч она нам дала? Нет. А, ну вот. Нет, подожди. А, ну да. У тебя такого не было. Да-да-да, это он. Ещё у нас откуда-то парламентер теперь есть. Слабенький, правда. Может его даже продать сразу. Так, хорошо. С этим мы закончили. А что у нас там дальше-то получается? И у стен есть уши, вот этот висит. И... А у нас ничего и не осталось. Нам надо к Филиппе, короче, идти. Закончились, да? Да. Да. Это тоже, наверное, дождаться событий. А тут вообще тишина. Ну и тут тоже. Да. Так что у нас только Филиппа. Угу. А, давай-ка прокачаемся. О, целых два таланта. Неплохо. О, кстати, можно сюда этот мутаген вставить. Пусть будет тогда... Ирден, наверное. Ха, пройти... Противники не могут пройти между символами. Ну это еще надо умудриться поставить их. Да. Интересно, а что у второго уровня? Ловушка знака Ирден соединяется между собой. А, ловушки. Полученный символ наносит врагам урон пять... Секунд? Пять в секунду, наверное. Да. Ну это как-то копейки. Ну да. Еще бы энергии прокачать бы. Похоже, мы больше не прокачаем, что ли, энергию. А жалко. А может где-то здесь есть еще? Да прям. Ну как-то да. Ладно. Нам, конечно, по-хорошему бы добраться сначала вот сюда. В самую вот эту мощь. Так, интересно, а мне дадут тут поэкспериментировать? Хотя нет, наверное, не дадут. А в каком смысле? Может быть вот здесь сейчас? А, знаки поставить? Ага. Вот так, то есть. А-а-а. А я думал, он все соединит между собой. Причем он не по порядку делает, а к ближайшему. Линию проводит. Нет, подожди. Три штуки максимально. Почему он не вот с этим соединился, а вот с этим? Ладно. Мяч ты спрячь. Я не могу убрать, да. А, это же мы сейчас, наверное, на поле пойдем. Ну да. Так нам чего-то еще не хватает, да? Да, нам не хватает. Ух ты. У нас есть меч, у нас есть... Не помню. Посмотри, что у меня... Знамя. Бурой хоругави. Точно. Парламентер продаю я. Нафиг он нам нужен. Мутаген, кстати, можно поставить. Интересно, я вот не посмотрел. Мощный мутаген, концентрация, интересно, есть? Есть смысл его ждать? Или этот можно ставить, да? Или можно этот поставить, да. Помнишь, они купили слепую лошадь за дешево. Ладно. В третьей главе, может, еще линдь поставим. Может, еще здесь. У нас, по идее, тут событий-то еще тоже достаточно. Ты хотел поговорить? Кстати, стой. Что? Статуэтки нет на столе. Угу. То есть, это, скорее всего, эта статуэтка и была. Только вопрос, Трис в этой статуэтке была уже, или она в ней оказалась после. Ты хотел поговорить? Я готов снять проклятие. Все артефакты у меня. Тогда за дело. Мне понадобится твоя помощь, чародейка. Я должен найти подходящие души. Они сами тебя найдут. Их притянет аура артефактов. Впусти в себя их мысли, их слова, их волю. И ты поймешь, что делать. Геральт, есть кое-что еще. Я сканировала поле битвы и наткнулась на душу дома правителя. Он отличается от других. Он изменился. Драук. Этого я и боялся. Да. Удачи, ведьмак. Так, подожди, у нас еще не все собрано же. Она нам должна выдать все остальное. Медальон, смотри, какой-то. И доспехи. О, отлично. Принять участие. А как? Просто пойти туда? Ну, как в прошлый раз, да. До тумана. Угу. Сейчас буду страдать. Хотя, может, на этой сложности не будет так все плохо? Да будет, будет. Прямо все то же самое будет? Ну, пока, да. Похоже. Тепло. Хорошая осень. Антоновка подоспела. Эх, не нам ее срывать. Сейчас будете вражьи головы срывать. А что, мы ждем? Айда резать каютвенских сук. Еще не время. Иногда я и не помню, за что мы сражаемся. Могучие короли без войн никак обойтись не могут. Так, пускай бы Димовент с Хенсельтом на твердой земле сошлись. И решили бы все, что нужно. Мой Шуринг, родом из Каидвена. Нормальный мужик. Я там бывал как-то на ярмарке. Товар мне продали хороший, да и подешевле, чем у нас. Заткните глотки, мать вашу! Каидвенцы, животные! Знаете, что они сделают с нашими бабами, если мы дрогнем? Они пришли сюда грабить и жечь нашу землю. Так что мы, сами ее отдадим? Вперед, сучья семя! Нет. Ждать сигнала. Хватит метлить! Молчать! Лучники! Стрелы поджигай! Цель с первый вал! Вперед! Хватай вражье знамя! Смех! Знамя захватили! Они перестреляют нас, как уток! Надо предупредить штаб. Это засада. Без подкрепления мы не справимся. Я должен их предупредить? Нет. Книжна до сифилис. Давай живо, пока нас не перебили. Всем до единого. Я не дойду. Это мой первый бой. Я первый раз убил человека. У меня руки в крови. Саша, Саша, Саша. Прячься! Стрелы! Не торопись только. Я так не могу. Саша, Саша! Прекратить обстрел! Это наши! Господин генерал, бурая хорубь попала в засаду. Мы не прорвемся. Кажется, твои разведчики осматривали поле битвы, капитан. Так точно. Должно быть, они выкопали рвы ночью. Днем поле было чистое. Ночью госпожа Глевисик вела наблюдение при помощи магии. Каждому разведчику десять ударов. Каждого третьего полезет. Генерал, нам нужна подмога. Не будет подмоги. Разбирайтесь сами. А ты, Глевисик, С тобой я рассчитаюсь после боя. Король узнает о твоих делах. Сражение выигрывают или проигрывают, полководцы, не чародейки. Учти, я тоже подам рапорт и... Разговор окончен, Гитма. Пора побеждать! Господа офицеры, отправляйтесь к своим частям! Мы идем в бой! Какой он все-таки? Какой? Ух! Ну да, крутой. Может, ты и окончил разговор, но я еще нет. Надо весь и век. Чем тебе помочь, Сабрина? Мое положение при дворе Хенсельта под угрозой. Кроме того, если Вандергрифт выиграет битву, ничто не помешает Хенсельту захватить верхний Эйдирн. Равновесие сил на севере будет нарушено. Что ты собираешься делать? Я обрушу огонь Мелгора на поле боя, убью Вандергрифта и ослаблю обе стороны. Применение неконвенционного оружия наказуем? Я понимаю. Гегемония Хенсельта помешает планам ложи. Мы поможем тебе, но помни, в случае неудачи ты можешь надеяться только на себя. Да. Это все, на что вы способны? Быстро же вы дохнете. Кто из кейдвенцев выйдет против Сельдкерка из Гуленты? Кто из кейдвенцев? Кто из кейдвенцев? Домоправитель. Я всегда хотел с ним встретиться. Отступись, дух. Я не упущу возможности вызвать в Андергрифта на поединок. Он тебя убьет. Зельткирк не боится смерти. Если ты погибнешь, твои солдаты будут умирать каждый день. Без конца. Отойди, это работа не для рыцаря, а для ведьмака. Я делаю это ради моих людей. Вот уродец. Иди сюда. Ну-ка, ну-ка. Встал такой. О, даже вот так, да? Жалко, ненадолго как-то. Да... Вот эти блоки сбоку, не знаю, бесят прямо. Иди сюда. Блин, готов? Пощады. Ты меня подвел. Кто ты? Я твой кошмар. По жопе, по жопе. О! Ну! Я же броню сбил. Почему у него щит до сих пор? Все, рассыпался наконец-то. Сидел бы лучше дома, Аван-дер-Грифт. Протилятые маки. Обидно умирать после такой победы. Боги, что против чар поделаешь? Это чародейский кран. Нечистый огонь. Горе нам. Зачем они это делают? Отгласит пророчество. Придет час, когда чародейки обратятся против людей. А огненные шары падут с небес. И свершится гибель. Делать-то что? Смерти ждать? Я выведу вас. Как пастырь выводит стадо в безопасное место из мрака отчаяния. Мы побежали. Почти. Класс. Просто слов нет. Все вроде да. Прекратите это! Вроде да. Наши люди гибнут! Это убийство! Спаси нас, государь! Сабрина, это твоих рук дело? Велите трубить атаку, Ваше Величество. Войска Айдирна бегут. Не только Айдирна. Посмотри на этих безумцев. Еще утром они были цветом моего рыцарства. Если им дать подкрепление, они справятся. Кто позволил тебе использовать чары? Государь, если вы ударите сейчас, верхний Айдирн будет вашим. Ты запятнала мою честь и обрекла на смерть десятки рыцарей. Государь, битва была проиграна. Ты опозорила меня перед Димовендом. Его бойцы сражались до конца, как подобает людям чести. Я приговариваю тебя к смерти, Сабрина Глевисик. Ты будешь сожжена на костре. Я еще вернусь сюда и возьму свое. 25 июля 70-го. Леса Ангрена. Даже ведьмак не сумеет отбить удар, который нанесет ослиск хвостом. И лето не сумел, но каким-то чудом выжил. Я помог ему. Ведьмаки на пути должны помогать друг другу. С ним были два товарища. Братья-ведьмаки из школы змеи. Охота по-прежнему стремилась на юг. И лето знал, куда именно. Он знал, где закончится скачка. О, ты очнулся. Я умер? Или у меня галлюцинации? На том свете мы бы не повстречались. Я не помню, как вернулся в себя. Ты не возвращался. Не забывай, что у чародеек свои секреты. В таком случае благодарю за помощь. Ты слишком ценный, чтобы я позволила тебе умереть. Ты совершил невозможное. Я не знаю никого, кто справился бы с таким проклятием. Можно съязвить. Вот она. Слава. А что ты права? Вот как это? В смысле права? Что он самый крутой, да. Жду не дождусь, когда люди по деревням начнут слагать легенды о моих подвигах. А теперь рассказывай, что произошло. Я видел, как Хенсельт отправил на смерть Сабрину. Я убил Драуга. Разумеется, иначе заклятие бы не спало. Я видел Вандер Грифта. Видел дождь из пылающих шаров. И смерть. Всюду смерть. Хенсельт убийца. Он воспользовался предлогом, чтобы расправиться с Сабриной. Он ненавидел ее. Зачем ты поддерживаешь Айдирн? Из чувства мести? Скорее, ради лучшего мира. Мира, где не будет Хенсельтов. Это утопия. Путешествие сквозь такое концентрированное магическое поле проясняет разум. Седрик был прав. Сила призрачной битвы возвращает память. И что ты вспомнил? Лето. Убийца Фольтоста. Я спас его, а он помог мне догнать дикую охоту. Не знаю, только сумели ли мы спасти Йеннифер. Ты узнал что-нибудь еще о дикой охоте? Когда я убил короля охоты, я убил призрака. Он умирал, как призрак. В моих воспоминаниях я сражаюсь со всадниками охоты. И из ран у них льется кровь. Они кричат от боли. Это значит, что ты еще не все вспомнил. Я вспомню. Ты снял проклятие. Но сейчас не время отдыхать. Армия Хенсельта может ударить в любой момент. Как себя чувствует Саския? Она полностью пришла в себя и ждет, не дождется расправа над Хенсельтом. Саския лично возглавит оборону Вергена. Здесь она в своей стихии. Не совсем. Обороной она прежде не командовала. Ты недооцениваешь, Саскию. Кроме того, не забывай. Ей помогает знаменитый ведьмак. И я. Сняв проклятие, я поставил под удар Эйдирн и помог Хенсельту. Но у меня не было выхода. Иногда, чтобы спасти человека, приходится ампутировать ему ногу. Пора закончить эту войну. Давно пора. Золтан и Ярпин собирают войска. Они ждут тебя. То есть мы сейчас будем сражаться за Вергена, что ли? Получается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова